Глядя на то, с каким энтузиазмом Виктор Ефимович рассказывает о своей жизни, вспоминая все в деталях, сложно представить, сколько на самом деле ему лет. В свои 100 он имеет отличную память, аналитический ум, искреннюю любовь к жизни и сильный характер. Как признается сам Виктор Ефимович, эту закалку он получил еще в детстве. В детстве закалка большая была. Забайкалья, суровый климат, морозы доходили до 43-44 градусов. В их выйдешь на улицу, вроде замерз, прошелся, согрелся уже, потому что сухой климат. На лыжах катался, на охоту ходил, на зайцев петь не ставил, футбол играл, бегал. Вот это все и закаляло, я считаю, и придавало, ну, к долголетию. Специалист на железной дороге комсомолец военнослужащий. В трудовой книге Виктора Ефимовича немало записей. Особую роль он играл и играет в жизни детей, внуков, правнуков, которые частенько заходят в гости к любимому и дорогому папе и дедушке. Особые традиции в семье Бельских связаны с совместными ужинами. Готовят мастерски здесь все. Мы начинаем что-то готовить. Я пробую сам, даю ему, чего не хватает. Дед говорит, ты знаешь, по-моему, немножко добавить нужно щепотку сахара, или там чуть-чуть досолить, или подкислить. Когда она не идет в разрез, потому что он любит немножко поострее. Жена любит послабее. И когда вот компромисс, я пробую, вот уже, например, достаточно там кислоты. Я уже, ну, ты даешь, говорю, пап, уже хватит. Ну, тогда давай чуть там соль откоррегирую. Ну, готовка у нас вот вместе, там, картошка жареная, например, по особому рецепту, там, с луком, кружочками, соломкой он не очень любит. Сотый день рождения Виктор Ефимович Бельский встретил в большом кругу. Поздравить юбиляра с такой даты приехали не только близкие родственники. Свой приветственный адрес Виктору Ефимовичу адресовали представители администрации Московского района, школьники, а также сотрудники управления по гражданству и миграции УВД Брестского облсполкома, которые вручили долгожителю новый паспорт. Конечно, такого внимания к своей персоне он не ожидал, однако приятно порадовался встрече. Я ожидал, что эта моя дата будет отмечена предприятием, где я работал, родными, и все, такого ажиотажа я не ожидал. Всего в Московском районе сегодня проживает пять столетних долгожителей. Виктор Ефимович и еще четыре представительницы прекрасной половины. Каждый из этих людей окружен вниманием и заботой, которые идут от сердца.